Привет, бои и скауты, с вами Кью Вайт, это всё всякое всячино, но правда здесь давно не было роликов, сегодня будут ещё посылки от подписчиков, а сейчас посмотрим на ноутбук, который смог. Это ультрабук от компании Honor, модель MagicBook 15 с диагональю экрана 15,6 дюймов. В этом ролике я расскажу о ноутбуке, который мне прислали на тест, я попользовался им пару дней и расскажу как он в работе, в рендеринге, в монтаже, там в фотошопе работает, то чем я обычно занимаюсь целыми днями, и конечно как он в играх. Конкретно мой ультрабук построен на базе процессора AMD Ryzen 5 5500U. К подробным характеристикам мы ещё вернёмся, а пока общее впечатление от ноутбука. Он идёт в небольшой коробке и в комплекте всё просто, блок питания, кабель питания USB Type-C, с обеих сторон это важно, и сам ультрабук. Металлический корпус цвета космический серый, с кромкой лазурно-голубого оттенка, ощущается и выглядит действительно неплохо. Вес этой модели всего 1,5 кг, а толщина 16,9 мм. Такой компактный, тонкий и ультралёгкий ноутбук точно поместится в стандартный рюкзак. Проверено. В раскрытом состоянии ноутбук смотрится тоже очень симпатично. Минимальная ширина рамок вокруг экрана, клавиатура и тачпад, ничего лишнего. На всякий случай, FullView экран со 100% охватом RGB и специальной технологией защиты зрения iComfort. Тачпад и клавиатура удобны и больше здесь, в общем-то, сказать нечего. Теперь, что касается портов и разных фишечек. С правой стороны, порт USB и выход для наушников. С левой стороны, порт Type-C, в том числе для зарядки. И ещё один порт USB и разъём HDMI. И теперь фишечки. Сканер отпечатка пальца в кнопке питания. Не придётся запоминать пароли, просто нажал на кнопку и ноутбук через секунду включился. И всё как бы введено. И скрытая веб-камера под кнопкой. Я уже видел эту идею с камерой, но было интересно взглянуть впервые вживую. Я обычно вообще не пользуюсь ноутбучными камерами, если даже пользуюсь ноутбуком, мне как бы ни к чему, чтобы она висела там где-то над экраном. Я хоть её и не заклеиваю, но как бы она мне в общем не мешает и не нужна в то же время. Но если вы пользуетесь, то здесь можно нажать на кнопку, она появится. Это сразу и безопасность, если вы вдруг переживаете, что вас там кто-то скрытно снимает, прослеживает. И плюс удобство, то есть она не висит всегда. Нажал, использовал и обратно закрыл. Это прикольно. Ещё одна особенность Honor MagicBook 15 – технология быстрой зарядки на 65 Вт. Ноутбук способен заряжаться до 65% всего за 1 час. Как я упомянул в начале, главное техническое сердце ноутбука – процессор от AMD, а именно AMD Ryzen 5500U. По сути, именно это основная особенность этого варианта ноутбука. Процессор шестиядерный и 12-поточный с тактовой частотой от 2,1 ГГц до 4 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированная видеокарта AMD Radeon. Именно с её помощью отрабатываются ежедневные задачи, монтаж, работа с фото и отдых в видеоиграх. И специально под этот сетап в ноутбуке сделали двойные тепловые трубки и тонкие лопасти вентилятора для эффективного охлаждения. Прямо сейчас следите, на экране выведу полную информацию о ноутбуке, если вам вдруг интересно. 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD для операционной системы и использования. Изначально ноут идёт с установленной Windows 10 на борту, но если вдруг вам нужно обновиться на Windows 11, то MagicBook всё это поддерживает. Можете сделать, если хотите. И переходим к тестовой части. Я знаю, что вам пофиг, что на нём можно работать, что можно делать, монтировать, что ещё писать. Главное, чтобы в игрушки можно было поиграть. Я, кстати, всё снял с камеры, чтобы не нагружать сам ноутбук и было так, как у вас будет в реальной жизни. Когда вы будете играть или работать или ещё что. Потому что программа, которая записывает всё, она ещё и дополнительно напрягает. Понятное дело, браузеры, написание текста и прочий серфинг в сети даётся на таком ультрабуке легко. Следующий этап это обработка фото. Здесь в Photoshop тоже у меня лично проблем не возникало, так как я делаю простенькие обложки для своих видео и не более того. Обычно это до 10 слоёв, может быть иногда это и по 30, но AMD Ryzen справляется с этим отлично. Уже испытания посложнее. Это Adobe Premiere. Я монтирую на своём ПК, но на этом ультрабуке это тоже реально выполнить. Понятное дело, смонтировать 4К фильм с серьёзными пресетами, множественными слоями и серьёзной цветокоррекцией у вас не получится. Но, допустим, такой ролик как этот, или большинство видео как у меня на каналах, легко сделать. Другое дело, игровые тесты. Ноутбук совершенно не игровой, как вы понимаете, а рабочий, но не проверить его в нескольких играх просто нельзя. Так как ситуация может возникнуть любая, что захочется вам на нём, например, поиграть. Почему бы и нет? Первая игра, которую я попробовал, это Stardew Valley. Когда вы на неё смотрите, вы понимаете, чувак, ты серьёзно? Ты включил такую игру? Мы тут пришли смотреть, что ты врубал, не знаю, киберпанк. Там ещё что-нибудь новое, что прям вообще загрузило по самое не хочу, чтобы аж как печка ноутбук был. Но Stardew Valley это, конечно, не требовательная игра, вы правы. И такие игры как Stardew Valley, Terraria, там может Minecraft, ну там нужно настройки немножко подредактировать, настроить. Такие игры идут здесь отлично. И я вам серьёзно говорю, Stardew Valley это супер человая, обалденная игра. Я с друзьями играю уже несколько недель в неё. Это реально топ, очень советую попробовать. Вот прям не надо смотреть, что ой, пиксельная графика, игра обалденная. Следующая игра, которую я попробовал, это Valorant. Здесь тоже было, к удивлению даже моему, всё в порядке, потому что я пробовал на другом ноутбуке. Я играл и там были провисания, там были просадки, там была, видимо, проблема с питанием. Я всегда советую ноутбуке играть, всё делать, короче, самая напряжённая с зарядкой. Это обязательно, потому что ноутбук без зарядки теряет часть производительности. Поэтому всегда, когда играете, монтируйте, втыкайте зарядку и делайте всё самое нагружаемое с зарядкой. Вот, Valorant шёл отлично. Все тесты, кстати, сделаны тоже с зарядкой. Valorant шёл отлично, я отлично отыграл. Правда, я в игре уже не был, там, не знаю, несколько месяцев, с лета. Но всё отлично работает, Valorant идёт, всё классно. И я был реально удивлён, что ноутбук стабильно держал FPS. Всё было прекрасно. Следующая игра, это Genshin Impact. Я впервые её скачал именно для этого ноутбука, я её не пробовал. Просто видел в сети, что многие по ней тащатся. По поводу игры я так особо не понял, я только пробежался немного в начале. И по настройкам там всё довольно запутанно, как-то не очень понятно. Но, в общем, игра здесь идёт нормально. То есть, вот, визуально, знаете, без счётчика FPS она работает отлично. Конечно, не 60 стабильные, но Genshin Impact такая, знаете, довольно, оказывается, требовательная игра. Следующая игра, это CSGO. Здесь сюрприз, всё нормально, всё работает отлично, FPS держится. Кстати, да, наверняка у вас возникнет вопрос, почему вы видите вот такую странную картинку, заснятую с камеры, а не сами тесты с экрана ноутбука. Всё потому, что любая запись, когда ты играешь в игру, это дополнительная нагрузка на сам ноутбук. И, разумеется, результаты будут хуже. То есть, я показываю вам максимально честную статистику, какая она будет, когда вы будете играть. Тем более, даже вы не будете включать эти программы, чтобы счётчик FPS показывалось. Вы просто будете играть, и вот такой FPS у вас будет в этих играх, которые я показываю. В CSGO, как вы понимаете, всё прекрасно. И последняя игра, которую я просто спонтанно решил включить, это Payday 2. Она работает тоже отлично, ничего не лагало, всё, я прошёл, быстренько попробовал ограбить, меня быстро унесли, и, в общем-то, всё. Но игра работает хорошо, она такая довольно уже старенькая, можно сказать, но она всё ещё популярна, и в неё многие играют, и она работает отлично. По поводу других игр, типа GTA V, там, Cyberpunk, я думаю, с Cyberpunk всё понятно и так, он даже на супермощных компах, которые стоят, там, не знаю, 1200, может спокойно лагать. А вы знаете, какие сейчас стоимости, какие цены на комплектующие. Видеокарты, они могут стоить по 300-400 тысяч, вот, поэтому не будем об этом говорить. GTA V, кстати, на этот ноутбук я смотрел в интернете, тесты этого же ноутбука, на этом же процессоре. GTA V работает, работает нормально, около 50 FPS есть, так что в GTA V тоже можно играть, просто она очень много весела, и я не успел... Я пока эти игры установил, это были целые сутки, как вы понимаете. Подводя итоги, хочу сказать, что производительность у этого ноутбука, благодаря AMD Ryzen, на уровне. Сам по себе ультрабук отлично подойдёт для несложных задач и работы. В простые игры можно играть вообще свободно, в то, что популярны сейчас и какие-то новинки, конечно, будет уже сложнее. Для процессоров AMD вообще есть наглядная картинка, вот сейчас она будет на экране, где показано, что пятая серия процессоров отлично справляется со многим. Это графика, монтаж, игры, но для полного раскрытия потенциала нужно собирать сетап на основе, например, седьмой или девятой серии Ryzen. Если вам не нужен монтаж видео в 4К или игры на ноутбуке, то подойдёт и ноутбук и на третьей серии процессоров AMD Ryzen. Так как для работы в сети, печатания, немного графики, этого достаточно. Собственно, при выборе ноутбука марка бренда всегда отходит на второй план. А на первый ставьте производительность, за которую как раз отвечают процессоры. И в моём случае выбор пал на AMD Ryzen. Они подходят для самых разных потребностей, в каком ноутбуке бы ни стояли. Ноутбук доступен в различных конфигурациях. По специальной ссылке в описании можете выбрать модель, которая подходит под ваши задачи и, конечно, под ваш кошелёк. Спасибо, что досмотрели до самого конца. На этом ролик заканчивается. Надеюсь, он хоть чуть-чуть был даже полезен. Подписывайтесь на всякую всячину. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok